Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны. На Тверском вагоностроительном заводе показали, как устроены заводские убежища, насколько в них хватит запасов воды и воздуха в случае возникновения, чрезвычайной ситуации. Подробности у Натальи Чекет. На территории Тверского вагоностроительного завода расположено 6 убежищ. Их общая вместимость 4,5 тысячи человек. То есть в них смогут укрыться все сотрудники рабочей смены. Самое крупное убежище находится под одним из зданий завода. Если поступает информация о том, что работник должен укрыться в защитном сооружении, он отправляется в то убежище, которое закреплено за его подразделение. Например, в этом может укрыться до полутора тысяч человек. Всего входов в убежище 4 с герметично закрывающимися металлическими дверями. Есть еще запасной выход на случай, если основной завалят, к примеру, обломками. На каждом из входов будет стоять человек и записывать укрывающихся сотрудников завода. Внутри помещения находится все необходимое для временного размещения людей. Для обеспечения воздухом есть у нас фильтровентиляционная установка. Она работает в двух режимах. Это фильтровентиляция и чистого воздуха. Там есть фильтровоглотители. В убежище имеется медицинский пункт с лекарствами. Также есть класс, где готовят нештатные формирования для обслуживания убежищ в случае ЧАЭС. Наверху установлены резервуары с 12 тоннами питьевой воды. В отдельной комнате убежища расположен дизельный генератор. Запускается сразу по прибытию по заполняемости для обеспечения аварийного подачи электроэнергии. В этом случае, если будут отключены источники питания извне. Защитное сооружение не предназначено для длительного нахождения. Максимальное количество времени, которое можно здесь провести, это двое суток. Далее либо угрозы минуют, и можно будет покинуть укрытие, либо сотрудников эвакуируют в безопасные районы. В этом году за реализацию мер по организации гражданской обороны директор Тверского вагоностроительного завода Артём Авелян, директор по эксплуатации и безопасности производственной деятельности Сергей Корнеев и руководитель группы ПГО и ЧАЭС Сергей Букин были награждены медалями МЧС России. Продолжение следует...